Добрый вечер! Всем красивого, чистого неба, всем нашей замечательной, любимой авиацией. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая грация, Какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации, Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации, Да потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода женского. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять, И испытать любовь масштаба, если можно так сказать, Вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то повезло попасть в ее поклонники, служители, И ее жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал уже свое, остался небожителем. Все потому, что невозможно просто быть им, перестать. Нас от других совсем нетрудно отличить, и это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто во всем забыв стоять, Задравши головы, Когда увидим, как взлетает или садится самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота, Какая мощь и грация, Какие формы и изгибы, просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов Об алиации. А если слишком много громких слов, То ты меня прости. Совсем недаром столько песен и стихов Об алиации. А если слишком много громких слов, То ты меня прости. Спасибо. Я сегодня очень приятно и удивлен. У меня есть несколько событий. Юра мне подсказал, что сегодня у меня, оказывается, Юбилейный концерт в этом зале. То есть в январе 2014 года в первый раз Вместе с Николаем Анисимом мы выступали здесь. И вот спустя пять лет я снова, Ну как, в очередной раз здесь. И в этом зале у меня, пожалуй, первый аншлаг. Это тоже такое очень приятное событие. Большое вам спасибо за то, что вы пришли, За то, что у вас так много. Большое спасибо моим друзьям. За информационную, техническую поддержку. Вот благодаря моим друзьям Вот этот зал сегодня такой полный. Но я постараюсь, чтобы все, кто пришел, Не пожалели. Следующая песня называется Поэзия полета. Одна из самых популярных курсантских песен. Пусть говорят, профессия опасна, И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, Смотреть, как звезды гаснут На самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу, встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позови, Поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позови, Поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, И для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть Земное притяжение, И снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу, Встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позови, Поэты, когда я Поднимаюсь над землей. И пускай мне позови, Поэты, когда я Поднимаюсь над землей. Мой труд порой блеснет Росинкой пота, Там, где свинцово дышат облака. И все ж моя поэзия, Поэзия полета, И каждый вылет новая строка. За горизонт лечу, Встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позови, Поэты, когда я Поднимаюсь над землей. Пускай мне позови, Поэты, когда я Поднимаюсь над землей. У меня есть несколько песен, Где февраль прям фигурирует в тексте, Поэтому, как говорится, Грех их сегодня не спеть. И вот одна из таких песен, Которая была написана давно уже, Когда мы еще летали на А24, Была написана под впечатлениями Теплой погоды в Уфе. Это дело было в феврале как раз. Я уже давно для себя пришел к выводу, Что весна начинается в феврале. А теперь уже даже для меня Она начинается в январе. То есть первые вот эти вот Весенние такие признаки И солнца, и птицы, Которые приоте тепелёх уже веселее поют. Ну, это так, лирическое отступление. А улетали мы из Уфы в те города, Где холодает, как раз домой в Новосибирске. Наверное, в летном календаре Там до сих пор еще февраль Зима не кончилась, А на перроне тает снег И в самолет садиться мне Совсем не хочется. Здесь ветер ласковый такой, А воздух сладкий и хмельной, Не надо дышаться им. Но почему-то мы должны Лететь сегодня из весны Опять туда, в те города, Где холода. Какая долгая зима, Я от тоски сходил с ума, От одиночества. Как надоели холода, Порой казалось, Никогда они не кончатся. Но зазвенели вдруг ручьи, И от чего-то воробьи Так растрезло не лис. А я так долго ждал весны, Но почему-то мы должны Опять туда, в те города, Где холода. Так жаль, что нужно нам спешить, Сейчас бы просто побродить По лужам солнечных. Послушать, как стучит капель, Какой прозрачный нынче день, Какой безоблачный. Но только это все мечты, И плавно начали винты Своё вращение. Все встречи перенесены, Мы улетаем из весны, Опять туда, в те города, Где холода. Опять туда, в те города, Где холода. Опять туда, в те города, Где холода. Спасибо. И в феврале же, В 15-м году, Это уже 4 года назад, получается, У нас был концерт в Уфе С Николаем Анисимовым, И на следующий день, После концерта, Нас пригласил На аэродром Перуушина, Сергей Менигулов, Они с Николаем уже были знакомы, Ну, это был фантастический день, Это были такие очень интересные полеты, На очень многом, Если не на всем, что летает, Это были и самолеты Саванна, И автожиры, И на А2, Ну, и, конечно, поразили люди, Которые, Вот это люди, которые реально, Вопреки всем препонам, Которые делает наша Росавиация, Они все-таки как-то умудряются летать, Развиваться, Привлекать Все новых и новых людей, Ну, как, не то, что привлекать, Люди-то стремятся, Им просто дают возможность Вот, Окунуться в небо. Ну, и появилась и эта песня Про Перуушина. Нет, вы меня послушайте, Ведь я вам врать не стану, А ярких впечатлений я давно не получал, И тут вдруг бац, Перуушина, Негадно, нежданно, Аэродром Перуушина, Вот это я попал. Да я попал, как будто бы, В другое измерение, Где помыслы и замыслы Все цело заняты, Мечтой преодоления Земного притяжения, А также воплощения Указанной мечты. С Николаем нас вначале На саваннах покатали, Это маленький, но очень Симпатичный самолет, А потом на автожире Мы над озером кружили, И еще парашютистов СН-2 бросали, вот. Их было много всякого Ужасно интересного, Увидено, услышано, Всего не описать, Но яркие события Дня зимнего, воскресного, Пока мы в твердой памяти, Я буду вспоминать. Ни гиперболой, наверное, Ни параболой и не будет, То, что там у них творится, Просто даст фантастишкист. А создали эту сказку Удивительные люди, Те, что вместе в этом месте Почему-то собрались. Поразили меня просто Удивительные люди, Те, что вместе в этом месте Почему-то собрались. Там люди ненормальные В хорошем смысле слова. А как еще фанатов Авиации назвать? А что для счастья нужно там? Спросите там любого. Летать, во-первых, скажут вам, А во-вторых, летать. Ехать я с авиацией И знаком, не понаслышке. И думал, что полетами Меня не удивить, Но это было здорово, Девчонки и мальчишки. Аэродром Первушина Вам стоит посетить. Я просто всем советую Девчонки и мальчишки Аэродром Первушина Вам нужно посетить. Спасибо. Следующая песня Ну все-таки большинство песен Будет про авиацию, Но немножко надо разбавлять. Следующая песня будет Про укроп. Знаете, Я люблю укроп И всегда его любил, Но вот когда я эту песню сочинял, Я как на юная чукотская девушка Думал, что укроп растет сам, Как вот любая трава И что его не надо садить. Поэтому там слова Посадите укроп Имеется ввиду, что он сам растет Типа напрягаться не придется. Мне потом объяснили, Что мои садоводческие познания Сильно отличаются От реальной действительности. Ну, вот я теперь В какой-то степени образован. Если вы над вопросом задумались, Для чего вы на свет родились, Если вы ничего не придумали И горючей слезой залились, То не надо особенной смелости Жизнь не зря была пружинка, Что вы хорошие что-нибудь сделаете. Например, посадите укроп. Если все на работе не спорится, Если дома разваты с женой, И у самой любимой любовницы, Если вдруг появился другой, Вы поймите, все это не главное, Не пускайте себе пулю в лоб, Лучше сделайте что-нибудь славное. Например, посадите укроп. Пусть судьба вас деньгами не балует И не спится порой по ночам. Самолюбие ваше усталое, Не тревожьте вы по мелочам. Пусть красавицы к вам не внимательны, И с другими хлебают сироп. Да наплюйте вы их обязательно. Например, посадите укроп. Например, посадите укроп. Например, посадите укроп. Спасибо. Вот я думал, что у меня вот песня, «Когда летишь на восход», Она про Владивосток, А оказалось, Счастливо, А оказалось, что она вообще просочет, Потому что мы буквально еще на прошлой неделе С женой отдыхали в Сочи. Вот я в восторге просто от этого замечательного места. Причем я считаю, что в Сочи надо времена зимой отдыхать. Потому что сказка, Когда попадаешь из зимы практически, Ну не в лето, может быть, но в весну, И там и просторно, и тепло, и красиво, И уезжать не хочется. Когда летишь на восход, Ужасно хочется спать, И город Владивосток, Я не люблю посещать, Я не люблю по три дня В плохой гостинице жить, Где пить, конечно, нельзя, Но невозможно и пить. Когда летишь на закат, То спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, В Москву летать любят все. Про Сочи что говорить? Тут все понятно и так, Там можно даже не пить и точку, И все равно красота. Когда летишь хоть куда, Короче, путь по прямой, И больше всех я всегда Люблю дорогу домой, Люблю войти, не скучать, И не спугнув тишины, Смотреть, как тихо запят По сне моим пацаны. Люблю войти, не скучать, И не спугнув тишины, Смотреть, как тихо соплят Во сне моим пацаны. На прошлом концерте первый раз Исполнил в этом зале. Вот и она придумана-то давно, Ну, как-то вот я считал, Что она такая не особо интересная. А тут что-то спел, И людям понравилось, И я попросил ее еще и еще, И я ее решил включить В программу этого концерта. Она тоже не авиационная. Наши все цветы давно завяли, Куда-то вдаль уплыли корабли, А то, что прежде мы любовью звали, Теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы любовью звали, Теперь своей ошибкой нарекли. И ничего как будто не случилось, Но только гаснет вдруг сияние глаз, А почему любви не получилось, Придумать сможет кто-нибудь за нас. А почему любви не получилось, Пускай решает кто-нибудь без нас. Расстанемся легко и без печали, Пусть за спиной что-то говорят, А мы с тобой случайно повстречались, Ну, разве в этом кто-то вид на вас? А мы с тобой случайно повстречались, Ну, разве в этом кто-то вид на вас? Наши все цветы давно завяли, Куда-то вдаль уплыли корабли, А то, что прежде мы любовью звали, Теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы любовью звали, Теперь своей ошибкой нарекли. Спасибо. Знаете, вот, я понимаю, что здесь, в общем, кафе, ресторан, И люди пришли не только меня послушать, Но и пообщаться между собой, Но все-таки я прошу немножко тише. Я смотрю, что с одних столиков на другие оглядываются. Ну, вы меня извините, конечно, По возможности, да? Следующая песня опять-таки про... У нас через неделю, да, этот День Святого Валентина, То есть опять про февраль. То есть эту песню, вот, в феврале не спеть, Просто это преступление, да? Знаете, я как-то ее спел в Алма-Ате на концерте, И вот, и там одна девушка, Вот, ей эта песня очень понравилась, Но вот, простушка, проводница, Отморозивая ресницы ее просто вот восхитила. Она повторила, наверное, раз в 15. Она говорит, как вот можно было так здорово придумать. Вот, и с нами. День Святого Валентина, Утро, грустная картина, На перроне задубевший самолет, Он не хочет запускаться, Есть возможность задолбаться, И уже спотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, Есть возможность задолбаться, И уже спотел дрожать второй пилот. День Святого Валентина, Вся промерзшая кабина, Минус тридцать за бортом и на борту И девчонки-проводницы отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту И девчонки-проводницы отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту Вот ведь вышла незадача чей-то просьб не иначе Что за гад придумал эту маяту В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки Замерзает на перроне лайнер ту Та-дай, та-да-да-да, та-да-да-да Замерзает на перроне лайнер ту На зуб-зуб не попадает, организм во всё страдает И похоже назревает аэрли И как-то даже неспортивно В день святого Валентина Подхватить чего-нибудь не от любви Ну согласитесь, неспортивно В день святого Валентина Подхватить чего-нибудь не от любви От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение И в глазах недоумение, мол, как понять Что в день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать В день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтоб алкоголь употреблять В день святого Валентина Разогревшись от избытка непристойных выражений захотел Наш кормилец запуститься и состригенно проститься И в Москву на Домодедово взлетел Наш кормилец запустился с горьким городом простился И в Москву на Домодедово взлетел Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду То жена меня обнимет и тогда Спросит, где ты был, скотина, в день святого Валентина И, наверное, не поверит, как всегда Спасибо Ну вот, хотя же, нет, следующая песня посвящается ей Я лечу тебе Вышло, вышло часто нам с тобой расставаться И тебе одной подолгу оставаться Когда я опять куда-то улетаю Вышло над землею мне по всей земле мотаться Покидать тебя и снова возвращаться Ожидать тебя подолгу заставляя Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были небы Снова вдаль зовут Снова вдаль зовут Знаешь, ветер странствий не всегда попутный ветер И не только море с пальмами нам светит Попадали мы в штормах и снегопады Знаешь, интересных очень много мест на свете Но люблю я, помотавшись по планете Оказаться снова вдруг с тобою рядом Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были небы Снова вдаль зовут А если К небу голову поднимешь Прямо над собою в вышине Белую полоску ты увидишь И, конечно, вспомнишь обо мне Вспомнишь обо мне Крылья не растут у нас, конечно, за плечами Но мне кажется, что вовсе не случайно Нам даны с тобою крылья и замечу Крылья Сколько раз они с тобой нас разлучали Чтобы через ожидания и печали Вновь и вновь нести меня к тебе навстречу Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут Делим шар земной на было-не был Были небы Снова вдаль зовут А если К небу голову поднимешь Где-то Выше стаи голубей Белую полоску ты увидишь Это снова Я лечу к тебе Я лечу к тебе Белую полоску ты увидишь Я лечу к тебе постараться по крайней мере только летчиков и проводников техников по мере концерта мы так будем пытаться это сделать вот и следующая песня посвящается не только бортпроводникам но еще и гор питания знаете когда сочи летели вот буквально пять дней назад я был просто ошеломленным в компании на питание предложили рыбу с овощами вернее рыбу с макаронами или парень и овощи курицы не было это что-то случилось такое представить просто было невозможно теперь это получается что я буду петь не прав в серебристом лайнере кома оживление все откинув столики с нетерпением жду девочки в передничка скрации в движение пассажиром курочку снова раздают сразу забывается грусть и невезение и куда девалась вдруг прежняя тоска сразу поднимается наше настроение и ярче светит солнышко и краше облака мы взлетели вовремя дальняя дорожка надо бы и летчикам пожелать чуть-чуть командир с механиком очень любят ножки а второй особенно уважает их рот кто сказал что курица будто бы не птица не согласен буду с ним он ей богу врет как цыган без лошади как милан без пиццы так вот и без курицы наш аэрофор несомненно курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней в бартовом питании вечно неизменная как звезда в измученной в душе моей как звезда в измученной в душе моей и могу заверить вас железобетонная завтра так же как вчера и позавчера будет она самая авиационная и в эмблеме наше ей быть давно пора и в эмблеме наше ей быть давно пора в серебристом лайнере комом оживление вся в кино столики с нетерпением ждут девочки в передничках с грацией движениях это объединение снова раздает это объединение снова раздает в фильме Мимином, да? Арчил, я сам не знал, клянусь честью но по-новому сейчас будет премьера песни знаете тут меня уговорили наконец-то попробовать себя в прозе вот я недавно написал текст то есть он как рассказ не идет но можно это еще назвать эссе я просто сыну дал почитать он не сказал хороший текст я теперь так и подписал жизнь после жизни текст это я опубликовал в фейсбуке и вконтакте и значит в комментариях мне портпроводник Евгения Лапенок прислала стихи вот стихи мне сразу так торкнули знаете вот я говорю у меня никогда не получалось когда меня специально просили кто-то подходил приносил стихи свои или чужие просили что-нибудь написать вот за сколько уже больше тридцати лет я ни разу у меня не получилось что-то написать вот когда стихи попадают ко мне каким-то случайным образом от кого-то и вот когда у меня раз и сразу возникает вот это желание у самого тогда получается песня вот как-то получилась эта песня называется она ну я ее так назвал бывший бортпроводник хоть говорят что бывших не бывает ну вот у автора это так автор мне помогли его быстренько найти Андрей Звягин вот он летал в аэрофлоте вот здесь сидит в зале вот и мы быстренько с ним связались вот оказывается в его стихотворении там визита строчка из из моей песни из ранней там курсантской вот вот получается такой хороший круговорот творчества в природе а как значит сказала написала вернее вот Евгения Лапенок да мы все из одной стаи то есть мы летали там по разным городам по эстафетам в общем это жизнь она что у экипажа что у проводников ну во многом очень похожа и соответственно одинаковые или очень похожие ощущения возникают когда эта работа заканчивается ну и заказ на эту тему эту песню безумная жизнь и карусель ушла к другим по эстафете ложишься спать в свою постель не вскакивая на рассвете твой кофе в графике забит и выходные в воскресенье но гул турбин в ушах звенит но гул турбин в ушах звенит и нет от этого спасения таскуешь ты по городам где был ни раз ни два ни десять бортпроводник он как цыган осемлой жизни помут пресень в аэропорт попав опять слегка зануют где-то нервы не будешь долго повторять не будешь долго повторять я не последний и не первый да ностальгия достает ты сам того не замечаешь как в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь и ноль в жизни ритм бывает но рвутся крылья к солнцу выше и часто по ночам летает и часто по ночам летает бортпроводник с приставкой бывшей бортпроводник с приставкой бортпроводник Андрей Сверхин Андрей Сверхин с приставкой бортпроводник из аэрофлота летал на самолете А310 на котором я позже летал командиром и ... когда мне сообщили поверил я не сразу нет, ну надо же везенья и где мой чемодан из третьей эскадрильни Из этого маразма нашелся ж добрый человек, послал Бога Руслан. Говорят, что этот город красивей любой столицы. Говорят, заткнет за пояс он Венецию и Ниццу. Говорят, что все мы будем обязательно гордиться Тем, что выпало нам счастье, там на летчиков учиться. Над картой я склонился, но города не вижу, там нет Бога Руслана. И нету Бога Руслана, я слышал это где-то в окрестностях Парижа. Или чуть-чуть про Вене, в районе Крым, говорят, кормить нас будут В самых лучших ресторанах и роскошные отели Предоставят для жилья и хрустальную посуду В ванне финские ванны и купаться в Черном море Каждый день там буду я. Как жаль, что все не могут, да и мне помог лишь случай И с завистью понятной друзья на нас глядят Там женщины прекрасны, как в сказках самых лучших И все курсантов любят, и замуж не хотят Угостят нас для начала коньяком и шоколадом И летать мы будем в Лондон, в Дели, в Бирму, в Тегеран Ну скажите только честно Ну что еще курсанту надо, нам в Актюбинске хреново Мы хотим в Агаруслан Ну где хрусталь и чешское стекло Какой-то очень странный ресторан Куда это нас, братцы, занесло? Вот это вот че и есть, мой Горуслан Одиннадцать нетесанных столов Посуды и железа, боже мой А после угощения, ну просто нету слов И сразу очень хочется домой Где тот отель швейцар нам открывает Свои вещички бросить нам куда? А это что, простите, за сарай? Ах, мы здесь будем жить Вот это да Скажите, а на море далеко? Да вовсе я над вами не смеюсь Что, добираться будет нелегко? Ну ладно, я ей душу перебьюсь Где женщины? Коньяк и шоколад Хоть что-нибудь тут есть? Скажите, да Чего-чего? Какой еще он наряд? Все ясно? Мы попали не туда Спасибо И вот Как в первой части песни Пелось и летать мы будем в Лондон В Дельфберму, в Тегеран Когда я первый раз попал в Тегеран Ну вот, сдулы же Вот, и появилась вот эта песня Я уже рассказывал, что В Машкаде, где мы жили В это время я познакомился с Арсан Санычем Шиперовым Инструктором из Гуруслана Потомственным у него отец был Командир эскадриль, инструктор Он был сначала курсантом Потом командиром, инструктором Ну и потом еще Уже на Як-42 летал В этом Машкаде в Иране И у них как раз Приближалась 20-летняя выпуска А у меня была как раз Мелодия без текста Он говорит, можешь что-нибудь написать 20-летию? И вот Как раз получилось так, что Я в Гуруслане-то бывал То есть Некоторое название Знал и Получилась у меня песня Мелодию было Жалко бросать Я вот Для неавиационных людей Просто хочу пояснить Все время забываю А в этот раз вот не забыл А вот С парашютом Два прыжка И первый сам Есть такие слова Это у курсантов Для тех, кто не летал Никогда и не был в училище Первый Не то, что первый А вообще самостоятельный полет Когда курсант вылетал Он был обязан Докладывать номер борта Там упражнения И Прибавлял сам То есть РП Руководитель полетов Узнал, что Курсант летит самостоятельно Я пошел по Тегерану погулять По широким шумным улицам На меня здесь абсолютно всем плевать Да и мне от них не нужно ничего Бесконечными потоками машин Он гудит, как будто здесь пчелиный рой И на фоне ослепительных вершин Как гигантский муравейник под горой А Тегеран не похож на другие города Не похож на Москву и Магадан Отчего-то, когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугуруслав Двадцать весен пролетело С той поры Но глаза закрою Снова вижу я Городок, который звали мы Бугры Полевой аэродром И первый я И первый мой Ознакомительный полет С парашютом два прыжка И первый сам Кто бы знал, что полетать Мне повезет по таким международным адресам А Тегеран не похож на другие города Не похож на Москву и Магадан Отчего-то, когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугуруслав Как в Кеннери не спеша течет вода Так и годы шли своею чередой У девчонок с кем гуляли мы Тогда, нынче, дочки С танцев не спеша домой Двадцать весен пролетело Двадцать лет Довелось мне повидать Немало стран А сегодня из рана шлил привет Может помнишь ты меня Бугуруслав А Тегеран не похож на другие города Не похож на Москву и Магадан Отчего-то, когда прилетаю я сюда Вспоминаю всегда Бугуруслав Вспоминаю всегда Бугуруслав Вспоминаю всегда Бугуруслав Спасибо Когда я эту песню придумал У меня младшему сыну было Что-то года два, наверное Он только еще начал разговаривать У него была такая дедушка сделанная Самодельная гитара И он пел Отчего-то сюда Почему-то сюда Почему-то сюда Почему-то сюда Бугуруслав Времени катастрофически не хватает Я всегда себе записываю Больше, чем могу спеть Ну следующая песня тоже из иранского цикла В стране, где все есть, но на всех не хватает В Исламик, в Исламик, репаблик Иран Там в небе воздушном полеты летает Иран и Иртур Халабан Там в небе воздушном полеты летает Иран и Иртур Халабан Зовут его Петя, а может быть Вася, Андрей и конечно Иван За доллары он поработать согласен Иран и Иртур Халабан За доллары он поработать согласен Иран и Иртур Халабан Он разный на внешности, разный по сути Он трезв, если только не пьян Без отдыха может работать по суткам Иран и Иртур Халабан Без отдыха может работать по суткам Иран и Иртур Халабан Он разный по возрасту и по натуре Он очень спокойный, боян Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран и Иртур Халабан А дома его ждут жена и детишки Отец, мать, сестра и братан И думают, ты заработался слишком Иран и Иртур Халабан И думают, ты заработался слишком Иран и Иртур Халабан У меня тут есть очень хорошие друзья, в общем-то у меня тут все очень хорошие друзья, но специально для моих друзей из Краснодара, Алексей Отпольщик, специально для вас. Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154, Нашей встрече рад, я как всегда. Как здоровье состояние по полетному заданию, Нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье состояние по полетному заданию, Нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Так, обойду неторопливо, Осмотрю несуетливо Фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, И хоть ты, как я, не новый, Но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, Да и судьбы наши тоже, Облака, приборы, привода. С одного того же года, Ясов в луге, ты с завода, Помнишь, как блестели мы тогда? Тогда, с одного с тобой мы года, Ясов в луге, ты с завода, Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали, И немного подустали, И тут лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, Что года мое богатство, Не продать его нельзя, не раздарить. И как жаль, какое гадство, Что года мое богатство, Не продать его нельзя, не раздарить. Рано на покой стремиться, Порох есть, как говорится, Но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, Ту, что в дочке мне годится, Отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, Ту, что в дочке мне годится, Отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, И сквозь облачность пробьемся, И ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, С судьбой крылатой нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем, С судьбой крылатой нам с тобой в жизни повезло. ПАБАДАБАДА Спасибо. Спасибо. Вот у меня всего одна песня есть, посвященная техническому составу, поэтому оно вот как-то не спеть про пашетельника. На двадцать восемь правую нам разрешен заход, нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал, дневную смену отмахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет, и он порой капризные сюрпризы выдаёт. Но Паша техник за простяк найдёт причина в чём и быстро сможет сделать так, чтоб стало всё путём. Паша пашет, клубится дым, экипажу спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Влюблён он в авиацию, как в девушку пацан, на Яке восемнадцатом летать умеет сам. И всё за что б не взялся он исполнит по уму, в гостилицах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша пашет, клубится дым, всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и всё в порядке, всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет, и повезёт домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный код. На двадцать восемь правую нам разрешён заход. Годы птицы летят, летят, недавно было тридцать, а вот уж пятьдесят годы мчатся. Но это ничего, ведь если разобраться, то пятьдесят всего. А Паша, Паша клубится дым, экипажем, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и всё в порядке, всегда у нас. Спасибо. Я обычно немножко про Пашу рассказываю, но я уже много раз рассказывал. Для того, чтобы про него всё рассказать, надо минут двадцать, как дополнительный концерт. Я говорю, отличительные черты — это надёжность. Если Паша просчитал что-то, можно не проверять. Это проверено в Крыму, на Алтае, где мы там ещё вместе с ним бывали. Вот так. Ну, а следующая песня называется «Красивая работа». «Красивая работа» «Красивая работа» «Красивая работа» «Красивая работа» «Красивая работа» «Красивая работа» Оглянись назад без суеты Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал? Ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Субтитры создавал DimaTorzok Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Субтитры создавал DimaTorzok Самая красивая работа Связана с желанием летать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо